В своих прошлых видео я уже рассказывал о самых холодных городах в России. И абсолютно логичным было бы рассказать и о самых жарких городах. Здесь лето длиннее обычного, а отпуск, скажем, в мае или октябре не является проблемой. Стоит добавить, что один из таких городов является лучшим для ведения бизнеса в России, а другой напоминает древнейшую Азиатскую долину. В этом ролике мы узнаем, какие пять городов России являются самыми жаркими и чем они привлекают туристов помимо климата. Сочи. Крупнейший город-курорт. Находится на северо-восточном побережье Черного моря в Краснодарском крае. Солнечных дней в году здесь около 300. Основан город был в 1836 году и назывался он в то время Форт Александрия. Современное же название он получил спустя 60 лет. Названием Сочи обязан одноименной реке, у которой раньше жило племя, которое носило то же имя. Известность Сочи получил еще во времена СССР. Уже тогда большинство стремилось ездить сюда на курорт в отпуск. Спустя годы город стал только краше и привлекает все больше туристов, в том числе и иностранных. Говорят, что здесь и море не особо нужно, поскольку развлечений в городе хватает. А всего каких-то 200 лет назад город был местом ссылки, а климат здесь был отвратительный. Кругом были болота и куча малярийных комаров над ними. Зная сегодняшний Сочи, в это даже как-то трудно поверить. То, что город теплый, вы и без меня знаете. Но он также обладает и рядом других преимуществ. Например, Сочи был признан одним из лучших городов России для ведения бизнеса, по данным журнала Forbes. Неофициально город также называют летней или курортной столицей России. А еще его называют русской ривьерой. Но не только потому, что это самый престижный курорт России, но и потому, что он расположился на широте Ниццы, Кан и Монте-Карло. Анапа. Еще один курортный город в Краснодарском крае. Здесь солнечных дней чуть поменьше, примерно 280. Город часто называют детским курортом, так как здесь расположено огромное количество детских лагерей. Наверняка и кто-то из вас в свое время проводил летние каникулы именно здесь. Местные воды довольно соленые, и купание в такой воде помогает в лечении некоторых заболеваний. Хотя последнее время город получил не очень много лесных отзывов. Все это благодаря хаотичной застройке, избытку туристов и мусору. Но давайте не будем о грустном, ведь здесь также есть на что обратить внимание. У меня на канале есть отдельный выпуск с обзором на гостиницу «Кипарисовое озеро» и «Виноградники». Поэтому переходите по ссылочке, если вам интересен этот город. Итак, Анапа. По одной из версий, свое название город получил от древнегреческого «Ана-па», что значит «высокий мыс». Вероятно, такое название местность получила благодаря высокому и обрывистому берегу, вдоль которого проходит улица Старая Набережная. Около двух тысяч лет назад на месте современной Анапы находился греческий город Гаргипе, который потерпел нашествие. Теперь остатки города находятся в одноименном музее. Анапа может переместить не только в Древнюю Грецию, но и в Азию. В сорока километрах от города расположена долина лотосов. Цветков, которые во многих азиатских странах считаются священными. Цветут тут они в период с середины июля по конец августа. Тербент. Город на юге России в Республике Дагестан. Находится на берегу Каспийского моря. Является одним из древнейших городов нашей страны. Как минимум, ему две тысячи лет. Хотя некоторые ученые, которые проводили здесь раскопки, утверждают, что ему может быть и более трех тысяч лет. Название города в переводе с персидского значит «закрытые врата». По некоторым версиям, также узкие врата или железные врата. Город сперва был создан в качестве мощной крепости. В ее состав входила древняя доарабская цитадель Наренкала и две стены из камня, которые ограждали город с севера и юга до моря. Оттуда и название. Город также известен тем, что здесь находится самая древняя мечеть в России и во всех странах бывшего Советского Союза – Джума-мечеть. Ее построили в 734 году. На тот момент в городе было уже семь мечетей. Но именно Джума-мечеть стала главной. Она также была самым большим городским сооружением. Тербент любят за его мягкий климат, поэтому туристы здесь находятся круглый год. Тепло после лета держится до ноября, что позволяет посетить не только природные достопримечательности, но и пляжи. Зима здесь также мягкая, но короткая. Самый холодный месяц – февраль, а в остальное время туристы здесь занимаются скалолазанием. Махачкала. В полутора часа езды на машине от Дербента находится Махачкала, столица Дагестанской республики. Население города, по данным за 2021 год, 604 тысячи человек, что в полтора раза превышает население людей, проживающих на Багамских островах. Среди них представители самых различных национальностей. Русские же тут находятся на шестом месте – после аварцев, кумыков, даргинцев, лесгин и лакцев. Когда-то город носил название Петровское, а позже Петровск-порт. По преданию, в 1722 году в этих местах находился лагерь армии Петра I. Откуда и название? Махачкалой он стал в 1922 году и назван так в честь одного из организаторов советской власти в Дагестане – Магомеда Алей Дахадаева. Сокращенное от Магомед – Махач, а Акала означает город или крепость. Махачкала – город, который в России развивается и растет быстрее, чем все остальные города. А в 2011 году Махачкала вошла в топ-3 самых благоустроенных городов нашей страны по версии Росстроя. Лето здесь продолжается около пяти месяцев. В мае и сентябре здесь довольно теплая погода, благодаря чему пляжный сезон можно и раньше начать и позже закончить. Балтийск. В 43 километрах от Калининграда находится город Балтийск. Он же самый западный город России, окруженный водой с трех сторон. До 1946 года являлся немецким городом и носил название Пилау, данное ему в 1626 году. Название Пилау произошло от прусского Пилис, что значит крепость. За время своего существования город несколько раз переходил под контроль различных государств, среди которых Швеция, Пруссия и Франция. Последним здесь долго побыть не удалось, так как очень быстро территория перешла к русским. Здесь находится база Балтийского флота. На территорию объекта не пускают, но увидеть корабли можно и во время городской прогулки. А также ежегодно у всех желающих есть возможность полюбоваться парадом кораблей. Но на палубу боевого корабля попасть все же возможно. В день военно-морского флота здесь проводятся экскурсии под руководством боевых офицеров, которые показывают и рассказывают, как работают образцы вооружения. Сами же посетители могут прогуляться по помещениям, спуститься по трапам, даже поесть матросский борщ. Основная же достопримечательность города – крепость Пилау. В ней находится действующая воинская часть, а ворота охраняются караулом. Поэтому зайти внутрь разрешено только в составе экскурсии. Гуляя по пешеходной набережной, она же морской бульвар, можно полюбоваться и другими достопримечательностями. Балтийской косой, которая отделена от города проливом, а также маяком и памятником Петру I, жене моряка и императрице Елизавете. Что касается пляжного отдыха, то Балтийская коса только недавно начала развитие в данной сфере. Чтобы попасть на базу отдыха, здесь необходимо переправиться на пароме или моторной лодке через пролив. А на местном пляже длиной в 35 километров и шириной в 40 метров вас ждет мягкий песок, рядом дюны и лес. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить ему лайк. Также переходите на наш второй канал с Maps Education про зарубежное образование. Субтитры создавал DimaTorzok